Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 212. События дня. 2 Феста Нехисом 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. За 11 июля 2016 года. Далее сами считайте и смотрите. Составители вот этих роликов просят распространить по интернету. Большего обманщика православия кажется и трудно представить себе. Разоблачили правоохранительные органы. Но остальные-то, которые лепились сюда, миссионерские отделы, слеты, они вообще не знают о чем говорят. Миссионерских отделов не может быть. И слетов не может быть никаких. Они перелетают с места на место Духом Святым. Как с апостолами было. Спрашивают, а какая разница между проповедником и благовестником, и миссионером? Проповедник, это тот, кто продвигает что-то. О чем говорит? Проповедует или коммунизм, или фашизм. Мусульманство или христианство. Это все проповедь. Любой. Ленин тоже в своем роде Ульянов проповедник. Проповедует, говорит, продвигает идею. Благовестие, это только к Евангелию относится. Просто Евангелие дал уже благовестие. Несколько строчек написал, передал благовестие. А миссионерство, это труд Духа Святого. Почему? И Иоанн Златоуст говорит, книга «Деяния апостолов» правильнее было бы назвать ее «Деяние Духа Святого». Вот где образец. Там ничего человеческого нет. Хотел пойти, Дух не допустил. В другое место Павел хотел, не пустил Дух Святой. Ну, считаем 16 книг, глава «Деяния апостолов». И, наконец, что в видении ночью явился некий муж, македонянин. Почему во сне и македонянин? Значит, чем-то показал. Слова его были такие. Вид его какой-то. Югославия открыла двери. Вот теперь мы поняли. Дух Святой туда побуждает. Миссионеры-то сегодня не знают. Они злобные, бесноватые, мстительные. То есть, иродово отродье. И лепятся к самому святому. Ну, как сатана принимает вид ангела света. Вот здесь точно так же. У нас был епископ Антоний Масейдич, московский патриархат Алтайской епархии. Ну, как-то ехали мы с ним в машине. Мы с ним нередко ездили. Он у меня дома бывал, обедал. Хорошие были, просто хорошие отношения. И он сетовал. У меня нет ни одного миссионера. Он это понимал. Проповедники есть. Благовестники есть. Но когда он говорит, если ты миссионер, у тебя внутренний голос скажет, что там зло. Он говорит все правильно. Но внутренность твоя начинает холодеть. Потому что вверх выпускает, а низа у него все это поступление, откуда, так скажем, энергии, духа, откуда идет. Для другого совсем канала открыт. Они не знают свободы. У миссионера полная свобода. Если нет полной свободы, ты не можешь быть миссионером. Мне вчера устроили вопросник. А вот такой-то, а вот такой-то по порядку, там начиная Андрея Ткачева. А он миссионер. Да какой он миссионер? Он проповедник? Проповедник, хороший проповедник. Какой он миссионер? Как говорится, он его и не нюхал. У вас миссионеры все, которые вышли на улицу и что-то с кем-то поговорили, миссионеры, они бесталантные. Они не чувствуют человека. У меня были вот люди, открытым оком книги мои вышли. 30 томов. В бумажном варианте, не считая, еще три выставлены в интернетной версии. А там второй том. Ну, каждая книга, 752 страницы. Это как беседовать с сектантами разными. Как отвечать на их вопросы, которые идут. Согласно Библии святой, только Библии. Потому что они другого не принимают. Как говорить? Они не знают о сегодняшней лже-миссионерах, которые они на меня лепят. Это все их. Хочешь сильнее уязвить, ты, говорит, свои грехи навешивай на другого. Это еще в Достоевском сказано было. И вот они начинают. А вот этот, а вот этот, ну, я могу сказать, это благовестник. Он говорит об Евангелии. Но миссионер нет. Третий том у меня, это как образовать общины. Там глава есть такая, пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот как? Конкретно. Или в четвертом томе, как беседовать с людьми. То есть, этому можно научить. Он будет поступать правильно. Кажется, на 24 категории у меня разбиваются. Люди, кто что говорит, и какое место Писания, ключ где. Но, если ты не избранник Божий, ты можешь говорить, но у тебя везде будут запоры. Главное качество миссионера, это молитва. Молитва днем, молитва ночью, семикратно в день прославляю тебя. Это Псалом 118, 164 стих. Возьмите себе за эпиграф. По-другому не может быть. А здесь вот что, центр. А дальше показывает, что это за человек такой. Кто он такой? Липовый профессор, шарлатан. Если шарлатана, липова профессора признавали за какого-то главного, 20 лет тут зарплату получал, травил людей друг против друга, но они даже понятия малейшего не имеют. Могут быть начальниками или главами миссионерских отделов. Миссионерский отдел, это труд Духа Святого. Они этого не знают. Где-то отчеты давать, перед кем-то выступать, говорить, а ничего не знают. Слепцы, бесталанные, заканчивают различные учреждения, а ничего это не дает. Это труд Духа Святого. Миссионерство это открытые сердца. Миссионерство это дорога к самому сокровенному в человеке. Одно слово и Бог открывает. У него открыт путь к Богу. Беседовали разные люди, семья баптистов была. Ну понятно, хорошие люди, все так. И только один человек смог сказать им, а вот это вы знаете, а вот это вы можете сделать. И они обратились все сразу. Что это означает? Это, как говорит Ян Златоуст, тысячи талантов. Ни два, ни три, тысячи. Настолько они тонкие просматривают все даже мысли человеческие. А у тех, которые приводят к крещению, крестят, просто Златоуст говорит, ни одного таланта не надо. Достаточно быть рукоположенным священником. Вот вчерашний день один взять. Мне звонит несколько раз человек один, участник, вот первого июля была комиссия потребнадзор, там название какое потребнадзор. Прямо уже показывает, что это утробы ленивые. Ну и показан там документ какой-то и вот это нельзя и такой страх. Я говорю, что-то травят вас, видимо, как можно документы своего страшить. Я когда пенсию получаешь и каждый раз снимают копию паспорта и везде данные твои открыты. Что-то где-то сняли, теперь никому паспорт мой не показывать. Безумие полное. А что делать? Ну что-то. Вчера был разговор один, одна душа звонит, звонит неоднократно и вот я там меня узнают. Ну то есть на хорошее дело-то узнают неплохое, но участие в зле, атака против православного лагеря, православных детей видимо затрагивает. Я отказал там уберите или там как-то замажьте там, чтобы меня не знали. Пришел домой, еще особенного нету, работали мы на лесоповале. Работа тяжеленная, на таком месте, где сыро, воспарения идут, пилят, задыхаются, больше трех часов никто не выдерживает. Настолько трудная работа, крепкие, здоровые мужики, какой три? Два часа прошло, уже все, язык на плече. Пилить, пилить, дружба, пила такая механическая и проще. Потом все это надо бревна растаскивать на себе, ноги тонут. А для чего это? А для того это, чтобы жить красиво, то есть природу облагородить. Мы каждый день там уродуемся и радуемся, благодарим Бога. И туда такой звонок, вот мне надо, вот я хочу там брали, чтобы у меня там, то есть я тогда на это сказал, вот какое премудрость Соломона, что такое страх? Вот страх, и даже сейчас могу показать четко и ясно, премудрость Соломона 17-11, страх есть и что иное как решение, помощи от рассудка. Помощь не поступает и человек ложно думает, подумает что-то как-то, ну поговорили и все, убеждает, просит, до десятка раз, я говорю, я не ставлю, это в других где-то городах ставят, у нас коллектив, потому что очень большие ресурсы, над ними работают, ну не день и ночь работают, но работают, мы как-то сфотографировались, в общем-то, около 15 человек в разных государствах где-то, мне один сообщает, мы копию взяли сделать вашего сайта, ну мы и делали, но посчитали они, что можно более удобно и сделать, ну я не против, делайте, но эти вопросы все, как сделают они, говорят сделали, и как, почему-то израильские были задействованы программисты вкупе с белорусскими, я говорю, поди деньги-то просят, да как, уже заплатили, 300 тысяч, да за 300-та тысяч, я не знаю, какую работу переделал, 300 тысяч, незнакомые люди, знакомые, то есть знакомые, но они члены нашей общины, хотя они теперь члены практически, вот так люди понимают, насколько важны эти наши ресурсы, 300 тысяч, повторяю, это для меня 300 рублей, это невозможная цифра, я никому не звоню, никак, вот этот человек звонит, уберите там мои документы, данные, ну поговорили и все, я остановлюсь на молитве, я просто показываю, что значит миссионерство, я пришел домой, уже тут помолиться надо, и на душе неспокойно, нельзя ничем объяснить, то есть я того человека не знаю, как звать, он там был, он второстепенную роль занимает, видимо, давит на него, а мысль такая колотится, а если он верующий, этот человек, незнакомый мне, но он участник этого события, нападки, он не нападал, нет, нет, он просто участник, его документ был зафиксирован, еще тут особенного нет, ничего не сделает, но стал размышлять, на молитве размышления, а если этот человек сейчас молиться начинает, а у него на душе неспокойно, это главное, это молитва, когда говорит, что с женами обращайтесь благоразумно, дабы не было препятствия в молитвах, главное, это почему надо с женой помириться с мужем, иначе молиться нельзя, положи у жертвника жертву и прежде примирись, и пришлось дать звонок человеку, на эти телефоны, я не звоню, но даю знак, ну и потом вечером уже позвонил тот человек, и так, и так, я говорю, не я делал, но я дал знать в центр нашей администрации, узнать, и как это возможно ли сделать, или вырезать, или замазать, я вообще ничего не знаю, я только почувствовал, как тот человек, тот человек, за километры от нас, как он сейчас на молитве, не может пробиться к Богу, вот что главное, я попросил администрацию, закройте этот ролик пока, или как-то сделайте, чтобы человек не волновался, и уберите это, переделайте, там заливка, сказали до восьми часов, что такое, я вообще не разбираюсь, но смысл вот чем, внутренне, да миссионеры понятия не имеют, он задолбал кого-то там, Иринея, Леонского, ну, придумали название в Новосибирске где-то, ну, а кто они такие, шарлатаны, раз этот главный шарлатан и липый профессор, то и его все последователи, которые все шарлатаны, я вам рассказываю только один момент миссионерства, это чувствование во Христе Иисусе, те же самые, молитва, ты все прав, я ничего не брал, все нормально сделано, но Господь трогает, трогает на молитве, и вот были люди крещения у нас принимали, воскресения, которые были, и как Бог полагает им на сердце, и что каждому сказать, и даже, ну, простой, какой подарок сделать-то, я богат несравненно вещем, то есть книги, ну, 38 книг вышло за 9 лет, ну, и как же я не богат, я, конечно, подарил всем крещеным, крещаемым вновь книги, вот кто-то рождается младенец, я положил себе на сердце подарить трехтомник, там, к истинному православию, для слова Божия нету, вот, книги 5, подарили, вот, подарю, вот, закройте, завяжите, пока будет совершеннолетний, не трогайте, беру с ней слово, да, разве кто-то додумается этих миссионеров, что-то, да, у них в уме этого нет, а вот как они говорили, как они кого-то уели, кого-то придавили и прочее, и родоват роде, и даже, если были с ними друзья какие-то, они стараются тебя уесть, как-то обозвать, там, досадить тебе и прочее, что-то пытаются пророчествовать, ну, глупости, это Дух Святой делает, и где Дух Святой, там любовь, там строгость, там может быть гнев, там обречение, но все в Духе Святом, они не знают, нерожденные свыше могут быть люди, присваивать себе это звание миссионерству, меня вчера только допрашивали, какая разница, ну, а вы знаете миссионеров, практически, я мало знаю людей, во-первых, ну, практически-то, как показать, а вот такие вами признанные проповедники, проповедник, да, хороший, кроткий, смиренный, но миссионер, ли он должен сам сказать его чувствование, думаю, да, я так думаю, вот о таком-то, таком-то человеке, большое звание, миссионером, я разве могу назвать, Дмитрия Смирнова, или Осипова, которая там выступает, много говорят, они не знают, они не сообщались и не прикасались к этому, они люди системы, патроны, заложенные в обойму и будут стрелять куда покажут, а не рабы чужого мнения, рабы прихоти, они смотрят какой курс, вот можно напасть, ущипнуть, они это обязательно сделают, то есть не на молитве, и молятся ли они вообще этого, я не знаю, но судя по тому, как они выглядят, бритые, в галстуке, как Осипов, или там Смирнов, на два, говорится, кресла, зад не уместится, ну ладно ли это, и бейте, громите, он призывает, его же судить за это надо, судить, ну а его не трогают, он в системе, он защищенный, ну ты вместе с системой пойдешь на дно, нас никто не защищает, вот, да, к слову сказать, сейчас я посмотрю, прокуратура попросила документы, вчера мне пришлось подписать, я не знаю, я не знаю, тут видать, не видать, тут, да, не видать, а как оно может быть, видать, не знаю, в управлении Министерства истиции Российской Федерации по Алтайскому краю письменные, письменные, пояснения в связи с проведением внеплановой документарной проверки местной религиозной организации православных христиан Крестово-Зиженска община города Барнула, далее община, поясняю, двоеточие, я являюсь основателем и уже на протяжении более 40 лет бессменным руководителем детского трудового православного лагеря Стана, далее лагеря Стан, местом нахождения которого является поселок Потеряевка Мамонцевского района. Лагеря Стан существовал на добровольной основе еще до восстановления поселка Потеряевка. Лагеря Стан существовал только в летний период времени. Я являюсь начальником лагеря Стана, так как я его и основатель и постоянный руководитель. Указанная должность в кавычках должность не является выборной и неназначаемой. В советские времена его почти каждый год приходилось восстанавливать с нуля, я поясняю, 18 раз, поскольку созданные шалаши и постройки уничтожались, сжигались. В 90-х годах 20-го века в соответствии с федеральным законом о свободе совести лагеря Стан был зарегистрирован в качестве самостоятельной религиозной организации. Религиозное учреждение двух общин Крестово-Зижинская община города Барнаула и Свято-Анфимовская община поселка Потеряевка. В дальнейшем в связи с изменением действующего законодательства лагеря Стан был снят с регистрации. То есть пункт один перестал сходиться. Нужно, чтобы 10 человек именно жили в этой местности. Те, которые лагеря Стан зарегистрировали. Но у нас столько людей здесь нету, которые на зиму оставались бы. Ничего мы не нарушали. Ну, такое вот действующее законодательство изменилось. В настоящее время лагерь Стан существует как религиозная группа. Не является структурным подразделением Крестово-Зижинской общины города Барнаула. Деятельность лагеря Стана осуществляется за счет личных пожертвований и помощи доброжелателей и меценатов. Это я даю пояснение. Крестово-Зижинская община города Барнаула как религиозная организация деятельность лагеря Стана не финансирует. Деятельность лагеря Стана не руководит и не управляет. Тут решили на общину броситься из-за того, что тут в лагере мы не соответствуем каким-то нормам. Члены Крестово-Зижинской общины города Барнаула могут принимать участие в деятельности лагеря личным или финансовым участием исключительно на добровольной основе. Насельниками лагеря Стана могут быть все желающие несовершеннолетние дети проживают в лагере Станы с родителями либо с письменного согласия родителей Латкин и Игнатий Тихонович. Вот такой документ пришлось составляли конечно люди знающие закон ссылками делают юристы я благодарен Господу потому что решили перекинуться на общину но она никакого отношения к лагере не имеет я самостоятельно веду 45-й год 45-й вот возьмите это для себя и поймите что это такое вот тут миссионерство твое покажется знаешь ты каждому ребенку что сказать видеть а они в шоке это как разборки а то ребенка там так наказали там сказали помирай то есть они никто они чужие поэтому из нападающих я даже близко к миссионерам никого не могу поставить далее в Абакане закрыли детский лагерь лагерь на 354 человека закрыли а там они не будут проверять теперь а почему что там было был выключен свет выдали сухой паек которому отравились телевидение ОРТ 2230 местного Михаил Гордеев мне прислал благодарю Михаил Федорович Александр пишет мир вам доброго дня вам дорогой Игнат Тихонович вижу что поборники справедливости в кавычках не дают вам покоя их жажда обозначит себя в работе и переживания за подрастающее поколение не дают им покоя не произойдя эта трагедия в Карелии ни один бычинуша из зада не оторвал от своего мягонького кресла а тут их нужда заставляет показать как они умеют работать истина так фискалы они люди подневольные у них молиться нужно может это гонители как в далеком прошлом апостол Павел тоже станут христианами дай бог вам всем здравия мудрости и терпения низкий поклон всем вашим сотрудникам в деле Божьем спаси Христос видите какие отзывы дают отзывы дают доброжелательные вот только что в воскресенье привезли из Киргизии ребятишек вот до этого говорили Екатеринбург группа небольшая двое пятидесятников они рукой не крестятся вот один из православных приехавших Алеша принял крещение но у нас запозданием идет выставлять потому что я не выставляю здесь нет никакой возможности какие деньги платить приходится за то что захожу даже здесь но сейчас интернет у меня выключат так пишу как было крещение события дня вчерашний день мы по контуру работали озеро контур замкнули работа страшно тяжелая тяжелая просто здоровые крепкие мужики больше трех часов не выдерживают просто руки опускаются гага эти бензиновые пары проще все это действует когда пилят я говорю о пильщиках а другие там на дорогу не знаю как восстанавливать все у меня работа дети вчера дрова складывали в местной школе все такое вот идет работа почему такой эпиграф кто не работает тот не ест а работать а то учили молиться а то учили трудиться патриарх Алексей второе вот так зафиксировал эту фразу вот попутно даже сейчас могу приоткрыть вот включая интернет как он откроется нет не знаю вот оно и есть сегодня только открыли первый костер с картошкой 43 минуты назад уже 13 посетителей было вот ласточата на вылете ну 9 роликов 9 поставил сегодня то есть у нас очень богатый материал отсылаем ставят в общей сложности у нас задействовано 15 административных работах модераторов там программистов на том что мы делаем это дело ни одного человека ни одного ну я то есть смотрю предварительно а название вот это моя работа название роликов ну а остальное это дальше уже работают они вот этот наш православный форум богатый 1592 темы ну и вот тут уже закрылось вот это наш мой личный в mail.ru в моем мире ресурс страница тут тоже много очень сюда ничего не ставлю буду ставить только после 10 октября если жив здоров буду вот сегодня у нас день Петра и Павла вот на службу пойдут люди поэтому события дня они как-то раскладываются так чтобы хватало того и другого духовного и телесного упирались поэтому работать отучились но я ставлю эпиграф вот так вот на этом пока у нас все ой забыл показать еще главное это наш сайт вот он православный библейский сайт и самое главное 4124 ответа такого нет во всей мировой сети и думаю что вряд ли будет в ближайшее столетие потому что это труд миссии труд который Господь позволил сделать отвечать на вопросы согласно всей святой Библии святых отцов их трудов святых жития святых и канонов церкви это надо знать почти наизусть ну и допустим мне вопрос задают про мусульманство это один том полностью разбираю по сурам и аятам весь Коран в сравнении с Библией или три тома это Талмуд еврейский еврейская история за 3600 лет то есть это огромный огромный материал это все в наших книгах итак отвечаю Богу нашему слава еще раз прочитайте что такое страх так Продолжение следует...